Главное не победа, а участие. Ненецкий округ в эти выходные присоединился к всероссийскому дню бега Кросснации 2021. В этом году мероприятие собрало почти 200 участников от мала до велика. С лыжероллерной трассы передает Александра Литкова. Внимание! Марш! Небольшой дождь и ветер не стали помехой для тех, кто решил проявить силу и выносливость. На лыжероллерной трассе в Нарьенмаре собрались почти 190 человек. Первыми на дистанцию в один километр вышли самые юные участники. Лиза Липанова на Кросснации в третий раз. Говорит, несмотря на регулярные тренировки, бежать было непросто. Я хожу на тренировке лыжные, и я там тренировалась, бегала и участвую теперь в соревнованиях. Тем временем к старту готовятся ребята постарше. Их дистанция 2 километра. Настрой супер. У меня старшая сестра бегает, поэтому я посмотрела на ее опыты в спорте и решила тоже сбегать. Роман Латышев, постоянный участник Кросснации спортом, занимается с детства. Пробежать 3-4 километра для него проще простого. Поэтому в этом году молодой человек повысил планку до 12 километров. Вообще считается, что много, да. Но если тренироваться, я думаю, возможно. На тренировке бегал такие дистанции, но на соревнованиях еще не разу впервые был. Надеюсь, что хорошо получится. Нинецкий округ принимает участие во Всероссийском дне бега Кросснации с 2007 года. Все участники, количество которых с каждым разом становится все больше, поделены на 6 возрастных групп. На регистрацию пришло 190 человек. Значит, соответственно, все разделены на по группам. Самые маленькие – это у нас 2012 год и младше. И потом у нас 2011-2008 и по поднятию, скажем, возрастной группы. К самому массовому в стране легкоатлетическому забегу присоединились и первые лица региона во главе с губернатором Юрием Бездудным. С удовольствием участвую всегда в Кросснации и очень надеюсь, что меня поддержат и многие жители округа. Это не олимпиада. Здесь не надо проходить никакой отбор. Можно просто прийти, зарегистрироваться и принять участие. Главный девиз этих соревнований – не победа, а участие. По итогам всех забегов были определены по три победителя в каждой возрастной группе. Спортсменов наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Также все участники забега получили сладкие призы от организаторов.